Красноярский наркоконтроль расформировать не будут, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом сегодня рассказал главный наркополицейский Край Сергей Гапонов. По его словам, решение об упразднении службы по контролю за оборотом наркотиков и передаче ее функций МВД президентам страны пока не принято. Поэтому говорить о том, что наркоконтроль как отдельная структура скорости перестанет существовать пока преждевременно. Напомню, ранее многие федеральные СМИ сообщили о якобы скором упразднении двух государственных служб, миграционной и наркоконтроля, функции которых в будущем передадут МВД. Руководство ведомства надеется на то, что орган и дальше будет работать самостоятельно, тем более, что его показатели по раскрываемости преступлений превышают общероссийские на 10%. Когда был создан наркоконтроль, цыгане там между собой разговаривают. Два цыгана, значит, сам слышим. Надо было, говорит, бизнес нам делать с тобой до создания наркоконтроля. А сейчас, как с этими договорятся, неизвестно. Понимаете? Сейчас в ожидании того же самого. Но я хочу предостеречь, и думаю, что хватит здравого смысла, что если сейчас отпустить или неправильно принять решение, то криминализация наркообстановки, она произойдет по спирали, знаете, пойдет развитие, ухудшение. Опять же, в геометрической прогрессе. В то же время Гапонов подтвердил информацию о сокращении штата сотрудников службы наркоконтроля. Такая работа в ведомстве уже ведется. В ближайшее время там будут уволены 15% полицейских, от рядовых до офицеров и руководителей. Увольнение коснется около 100 человек, которым обещают подыскать новое место работы. И глава ведомства сразу после беседы с журналистами отправился к губернатору обсудить этот вопрос. У нас ФСКН России требовала в течение всего этого года, прошедшего года, 2014-го, об укомплектовании штатной численности максимально территориальных органов. И мы укомплектовались на 98,5%. И вот сейчас получилось так, что шифр телеграммы пришла о сокращении.